Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Исимбекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. В начале выпуска коротко о самом главном. Нет вирусу. Около 15% населения Казахстана получат обязательную прививку от коронавируса. Выход есть. Решена проблема нехватки электроснабжения в индустриальной зоне Боралдай Ильисского района. На века. Памятную табличку с именем академика, ученого Жомарта Жапарова установили в Талдыкургане. Наследие мыслителя. На родине Абая Кунанбаева открыли памятник великому поэту Казахской степи. Композиция, на которой изображен просветитель со своими сыновьями Аклбай Митурагулом, символизирует взаимное уважение отца и детей. В торжественном мероприятии принял участие глава государства Касымжом Артукаев. Напомним, открытие мемориала приурочено к 175-летию Абая Кунанбаева. Президент, поздравив участников торжества с юбилеем, отметил, «Почитание памяти поэта – это наш общий долг». В Казахстане и за рубежом в этот день проведены масштабные мероприятия, посвященные богатому наследию великого мыслителя. «Великий Абай – не только гордость нашей страны, но и гений мирового масштаба. Это личность, которая смогла постичь всю глубину духовного мира казахского народа. Его стихи и слова назидания глубоко отражают наше национальное бытие. Абай, являющийся основоположником нашей современной литературы, оставил яркий след в истории страны. Его произведения не теряют актуальности уже больше века. Они по-прежнему служат духовной пищей для всех нас. Богатое творчество, наследие поэта, достояние казахского народа и всего человечества. Заветы Абая – это ориентир для подрастающего поколения». Около 15% населения Казахстана получат обязательную прививку от коронавируса. Вакцина уже разрабатывается. ВОЗ официально допустила казахстанскую вакцину от коронавируса клиническим исследованием с целью оценки безопасности и эффективности. Вторая фаза испытаний завершится 17 ноября текущего года. В первую очередь вакцинация будет проведена в группе риска, в числе которых врачи и педагоги. С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 109 тысяч случаев заболевания. Сегодня ведется работа по подготовке ко второй волне. Как отмечал глава государства, проведение тестов на ковид – относительно дорогая процедура. Поэтому, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, отныне цена на ПЦР-тесты будет снижена на 22% и составит 8 990 тенге. В настоящее время рассматриваются возможные варианты закупа вакцины от коронавируса за границей или использования отечественной. Для обеспечения потребностей страны в вакцине против COVID-19 мы уже определили группы риска, подлежащие вакцинации. Это лица с хроническими заболеваниями старше 60 лет, медицинские работники и педагоги. Предварительное количество подлежащих вакцинации по республике составит 2,8 миллиона человек или 15% от населения. При этом потребуется 5,6 миллионов доз вакцин. На сегодня в стране не зарегистрировано случаев повторного заражения людей, уже переболевших коронавирусом. Однако такая ситуация не исключена, поэтому правила для всех граждан Казахстана, а также для иностранцев одинаковы. К тому же в целях безопасности сокращены перелеты за рубеж. В Украину, в Германию, в Белоруссию, а также в Российскую Федерацию. В Арабские Эмираты будут сокращаться на вылет рейсы. То, что касается иностранных граждан, сейчас однозначная позиция по всем иностранным гражданам. Все прибывающие из-за рубежа должны иметь на руках свидетельство о ПЦР-тестировании. У нас уже есть случаи депортации иностранных граждан, которые прилетали из-за рубежа. И я думаю, в этом смысле у нас эффективность довольно-таки оправдывает свои назначения. Во многом уровень заболеваемости зависит от соблюдения карантинного режима. К сожалению, проверка города Нур-Султан показала, что 62% действующих объектов не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. По решению главного санитарного врача столицы, карантинные меры усилены с 14 октября. Таким образом, сейчас город находится в красной зоне и будет до той поры, пока ситуация не изменится. Надежда Белова, Азиза Газис-Кызы, Ринат Утеев, телеканал ЖТСУ. На 9 миллиардов 700 миллионов тенге увеличены расходы на сферу образования в Алматинской области. Это стало возможным благодаря внесенным изменениям в бюджет на 2020-2022 годы областными масляхатам. По сравнению с прошлым годом, количество учеников увеличилось на 19 тысяч, число классов на 900. Соответственно, требуется дополнительное финансирование. Также средства будут направлены на ликвидацию трехсменного обучения в Ильисском и Толгарском районах. Дополнительно планируется выделить 700 миллионов на сферу здравоохранения. Также утвердили увеличение бюджета жилищно-коммунального хозяйства на 863 миллиона тенге. Деньги направят на жилищное строительство, инженерно-коммуникационные сети, водоснабжение и водоотведение. Заседание проходило в режиме онлайн-конференции. Участвовали депутаты областного, районного, городского уровней. Все участники поддержали эти и другие изменения. Затронуты все жизненно важные сферы. Мы и дальше будем предлагать все усилия для реализации государственных программ. В рамках дорожной карты занятости в области реализуется 1051 проектов. Из них 33 на грани срыва. Поэтому депутатам следует пристально следить за государственными программами. 4728 талтгурганцев получили единовременную выплату в размере 50 тысяч тенге. Среди получивших помощь жительница областного центра Айсулу Сирикбол. 23-летняя мать-одиночка воспитывает близняшек. Проживая в съемной квартире, денежная выплата оказывает существенную поддержку, отмечает Айсулу. С начала пандемии в Абматинской области была оказана денежная поддержка порядка 45 тысячам семей из фонда Бесбергемес. 12 октября в Нурсултан Назарбаев поручил выплатить из фонда по 50 тысяч тенге 100 тысячам семей. Категории получателей – многодетные и малообеспеченные семьи, труженики тыла и инвалиды. Хочу выразить большую благодарность за то, что в такие трудные дни нам выявили такую помощь. Вчера на счет поступили деньги. Нехватка электроснабжения тормозит реализацию крупных проектов индустриальной зоны Боралдай в Ильисском районе. На сегодняшний день здесь работают 15 промышленных предприятий, а строительство новых невозможно начать из-за дефицита энергомощности. Проект по решению проблемы представил журналистам Аким Боралдайского сельского округа Даниар Конырбаев. Стоит отметить, что проект по улучшению социально-экономического положения принес Конырбаеву победу в конкурсе «Лучший сельский Аким Казахстана». Общая площадь индустриальной зоны Боралдай составляет 600 гектар. Помимо действующих предприятий, здесь идет строительство и увеличение мощности еще трех заводов. Однако все ближайшие электростанции загружены, подавать питание новым предприятиям неоткуда. Глава сельского округа Даниар Конырбаев отмечает, что запуск индустриальной зоны на полную мощность поспособствует решению коммунальных вопросов в поселках округа. Планируется строительство 12 проектов. Это потенциальные инвесторы, которые готовы строить, но, к сожалению, из-за того, что отсутствует электростанавливание, не могут начать строительство. Суть моего проекта заключалась в том, чтобы обеспечить вот эти предприятия электростанавливанием первоочередное. Есть возможность в соседнем Карасайском районе, планируется уже начало строительства большой подстанции 110 на 10, которая может позволить нам тоже дать вот эти нехвата мощности. По предварительным подсчетам мы посчитали, что в первую очередь нам необходимо более 10 мегаватт электроснабжения. ТО «Акбарс» занимается производством сухих строительных смесей с 2012 года. За один день предприятие производит 2400 кубометров цемента. Мощность можно увеличить, если дадут больше электроэнергии, говорят специалисты. Учитывая, что продукции предприятие оснабжает город Алматы и область. «Обращались и в областной Аким, и в Акимат, и в районный Акимат. Нам нужна дополнительная приточка электроэнергии. Мы осваиваем новое производство. Всё-таки переговоры ведутся, что нам всё-таки поставят оборудование на завод сухих смесей, а там нужна дополнительная электроэнергия. Без неё работать завод не будет». Договорённость уже есть. Электричество будет. Из Карасайского района планируется провести воздушную линию. А на территории индустриальной зоны будут построены около 10 трансформаторов. Это позволит создать более тысячи новых рабочих мест. Увеличится налоговая база. По подсчётам, от 15 предприятий будут поступать весомые налоговые отчисления. Реализация проекта будет проходить до 2025 года. Аделья Кжаркенова, Ербол Атантелов, Телеканал ЖИЦУ. Стопудовый урожай. В Кирбулакском районе практически завершена уборка зерновых культур. Одними из последних к сбору урожая приступили в крестьянском хозяйстве ТО «Хазылшок». Здесь на 6 тысячах гектарах раскинулись зерновые, бобовые и кукуруза. В этом году с одного гектара зимой пшеницы собрали 18 центнеров. Показатели превышают прошлогодние. С поливом и удобрениями вопросов не возникло. Также нет проблем с материально-технической базой и другими ресурсами. Так, для района на 480 миллионов тенге была закуплена необходимая техника. В их числе тракторы и комбайны. На сегодня здесь работает около 50 человек. Средняя заработная плата, по словам руководства крестьянского хозяйства, 250 тысяч тенге. Благодаря поддержке государства мы вовремя получаем, субсидии получаем, удобрения, гербициды. У нас планируется открытие, открытой площадки. Уже поставлено там на открытой площадке 70 голов быков. На сегодня уже теперь пашем, зяб, на следующую весеннюю полевую работу готовим. На сегодня у нас остается 500 гектаров земли. К завершению где-то 4-5 дней. 64 миллиона тенге составил материальный ущерб от пожаров в Алматинской области. Статистические данные, а также профилактические меры, принимаемые сотрудниками ДЧС, были озвучены на брифинге с участием представителей ведомства. 92 пожара зафиксировано с начала года в Талдыкургане. По области эта цифра достигает 972. 20 человек погибло и 23 получили травмы различной степени тяжести. Несоблюдение техники пожарной безопасности и стало причиной трагических ситуаций. Вместе с тем отмечается и положительная динамика благодаря профилактическим мерам. А это ежедневные подворовые обходы, разъяснительная работа по технике безопасности в обращении с печным и газовым оборудованием. В том числе и публикации в СМИ. Сейчас в преддверии отопительного периода главный акцент делается на жилой сектор граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества пожаров на 27%. Из произошедших пожаров 60 случаев произошло именно в жилом секторе. То также наблюдается снижение у нас по сравнению с аналогичным периодом на 33%. Проводимая профилактическая работа сотрудниками ДЧС на сегодняшний день дает свои результаты, которые сказываются на общей статистике. Исходя из анализа наблюдается снижение количества пожаров. Жив в памяти народной. В этом году исполнилось по 96 лет детскому писателю, поэту и сценаристу Бердбеку Сокпакпаеву. Он родился в одном из горных аулов Нармкольского района Алматинской области. Своё детство он очень красочно писал в повести «Балалах Шакка Саяхат». Восемь лет Бердбек лишился матери, а любовь к знаниям привил мальчику его старший брат. После школы прошел службу в армии. Послеармейская жизнь продолжилась обучением на филфаке Казахского педагогического института имени Абая в Алмате. Писательскую деятельность Бердбек Сокпакпаев начал со сборника стихов «Родник», который в 1950 году увидел свет и сразу нашел своих читателей. Следующая книга писателя – повесть «16-летний чемпион». Однако работой всей его жизни можно смело назвать повесть «Меня зовут Кожа». Она была переведена и издана на 68 языках. В родной стране по произведению был снят одноименный фильм. Помимо этого Бердбек много занимался журналистикой и работал на киностудии «Казахфильм». Но еще раньше учительствовал в школах родного района. Его всегда волновали проблемы детского воспитания. Это и определяло основную тематику его произведений. В 1991 году писатель ушел из жизни. Никто не забыт. Еще одну мемориальную доску в честь известной личности установили в Талдукургане. Один из домов города теперь украшает памятная табличка с именем академика-ученого Жумарта Жапарова. На церемонии открытия присутствовали его родные, друзья и коллеги. Выбор дома для установки мемориальной доски не случайен. Именно здесь Жумар Жапаров проживал вместе со своей семьей. Сегодняшнего дня имя профессора и ректора главного вуза Семеречья будет украшать стены этого жилого дома. Академик, оставивший свой след в казахстанской науке, родился в селе Кызылжар Кирбулакского района. Еще со школьной скамьи Жумар Жапаров стремился быть лучшим. Активно участвовал во всех мероприятиях, всегда показывал отличные результаты в учебе и окончил школу золотой медалью. Демонстрировал свои способности он и в студенческие годы. В его арсенале имеются аттестаты сразу нескольких высших учебных заведений. Свою карьеру профессор начинал учителем в Коксчитал. Учительский стаж стал отправной точкой в развитии его дальнейшей карьеры. В 1977 году он стал деканом Талдыкурганского пединститута, ныне известного как Житесуцкий университет. В 1989 году уже ректор вуза. Стоит отметить, в честь профессора была названа средняя школа села Кызылжар, в которой он учился. Как вспоминают коллеги, несмотря на высокий чин, академик всегда относился к окружающим с должным уважением, отличался скромностью и простотой в общении. Чтобы поведать о всех заслугах и рассказать, каким человеком был Жомар Джапаров, не хватит слов. Одно я могу сказать точно – наш профессор был отличным наставником. Ученики и студенты под его началом по сей день продолжают добиваться успехов во всех жизненных стезях. В этом, несомненно, заслуга нашего учителя. Жомар Джапарови четверть века рука об руку прожил с любимой супругой Раисой Серегбаевной. Вместе они вырастили достойных детей – четырёх сыновей и дочерей. Они свято чтят память об отце, имя которого теперь высечено на камне. Вместе мы прожили долго и вдвоём воспитали четырёх детей. Сейчас у нас растёт внук Нур-Султан. В моей памяти супруг навсегда останется щедрым, добрым и юморным мужчиной, которого я когда-то полюбила. Его по сей день уважают и чтят его коллеги и друзья. Спасибо всем большое за то, что пришли разделить радость знаменательного дня вместе с нами. В Казахстане уменьшится количество людей-невидимок. Так называют жители страны, не имеющих документов, удостоверяющих личность. Засчитать их точное количество не представляется возможным, однако можно с уверенностью сказать, что их число измеряется тысячами. Не имея документов, человек не может полностью реализовать свои права. Помочь исправить положение вызвались сразу несколько государственных и общественных организаций в рамках международной программы «Айбилон». В ходе проекта помощь получают не только граждане Республики Казахстан, но и других стран и даже лица без гражданства. Обратиться за получением документов можно в любое отделение миграционной службы или к партнерским юридическим организациям. Данная кампания пока по договоренности с Министерством внутренних дел будет проходить где-то до мая месяца 2021 года. В рамках данной кампании будет подписан совместный меморандум с Управлением Михайловым и Комиссаровым по делам беженцев, с партнерскими организациями, в данном случае Казахстанском международном бюро право-чека и общественное объединение Санасизы на юге Казахстана. И к этому меморандуму подключается Министерство юстиции Республики Казахстан, как орган, тоже отвечающий за документирование детей, с действиями о рождении. Автобусы – место повышенного риска заражения. Большое скопление людей усугубляется пренебрежительным отношением к ношению масок как со стороны пассажиров, так и водителей. Во время регулярных рейдов нарушителей санитарных норм привлекают к административной ответственности. Однако ни штрафы, ни забота о здоровье не являются достаточной причиной для соблюдения условий карантина некоторыми водителями и пассажирами. В рамках проведенного рейда санврачами совместно с сотрудниками Акимата велись разъяснительные беседы и применялись административные меры. Как отмечают сами блестители санитарных норм, каждый проведенный рейд служит более ответственному отношению к соблюдению мер карантина. «Были проведены рейдовые мероприятия в составе мониторинга группы городского СССР Акимата и городской полиции по усилению карантинного режима из них в городских автобусах. В ходе рейда выявлено то, что водители частично нарушают карантинный режим, из них не надевают маски и не надевают перчатки, медицинские перчатки. Этим самым подвергают опасность населению». Пятая часть площади коралловых рифов и колонии других морских полипов может исчезнуть до конца текущего века. Об этом сообщили австралийские океанологи, основываясь на результатах проведенного имени исследования. Существованию полипов, помимо изменения климата и солености воды, угрожают новые инфекции и паразиты, распространяющиеся по Тихому и Индийскому океанам. Специалисты подчеркивают, что их выводы основаны на данных, полученных в результате множества экспедиций в разных регионах Большого барьерного рифа, где они измеряли площади колоний кораллов на протяжении более чем двух десятков лет. Обе стороны карабахского конфликта заявляют о том, что на всех линиях фронта, несмотря на объявление перемирия, сохраняется напряженная обстановка и продолжаются артиллерийские обстрелы. При этом линия фронта остается неизменной. Поселок Гадрут, в районе которого происходили наиболее интенсивные бои, по-прежнему контролируется армией обороны Нагорного Карабаха. У международных посредников озабоченность вызывает участие в конфликте Турции и протурецких боевиков из Сирии. Но официальный Баку отрицает их участие в боевых действиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что для Армении неприемлемо требование Баку о передаче территории Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. Президент Кыргызстана Сорумбай Жейнбеков ушел в отставку. Официальное сообщение опубликовано на сайте аппарата президента. «Для меня мир в Кыргызстане – целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть, не хочу остаться в истории Кыргызстана, как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», отмечается в сообщении. Ну у меня на этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»